28-й лунный день. Ключевые слова – покой, восстановление связи с Божественной сущностью, познание себя, внесение светлых оттенков во все сферы жизни, Божественная карма. Основные свойства дня. Один из самых благоприятных дней лунного месяца – день солнца, в который возможно духовное прозрение. Один из самых спокойных и светлых дней всего лунного месяца. Период духовного возмужания, обретения мудрости. Лунный месяц практически полностью прожит, и каждый человек изменился. Этот день мистичен, сегодня с вами могут произойти различные чудеса, но характер их будет зависеть от того, как вы прошли лунные сутки. У праведника случится благое чудо, а у грешника – чудо возмездия. Можно поистине узнать себя по плодам своим. Все, посаженное в предыдущие лунные дни, сегодня прорастет. Поэтому девиз периода – что посеял, то пожал. Этот день приносит успех в делах. Все астрологические школы считают, что он благоприятен практически для всего, в первую очередь, естественно, для дел духовных. Путешествия, начатые в 28-е лунные сутки, приносят удачу, смело отправляйтесь в путь, вас ждут новые впечатления. Направьте полет своей мысли к Вселенной, попытайтесь установить воображаемую связь с космосом. Думайте сразу обо всем, о едином мире. Следует ловить волну мировой гармонии и удерживайтесь на ней. Оптимально сочетайте созидательную и созерцательную активность. Любителям охоты и рыбной ловли можно со всей ответственностью заявить, это не ваш день. Оцените собственный путь в земной жизни и свои усилия в достижении земной цели. Период постижения высших истин, обретение духовного сознания, день созерцания, раскрытия всех чакр и работы с ними, работы со снами, вещами. Главное в этот день – удержаться на волне приподнятого настроения и постараться, чтобы мысли и поступки были добрыми. Следует также помнить, что накопленной в период растущей луны энергии осталось немного и расходовать ее бездарно на мелкие бытовые проблемы, такие как ссоры и ругань нельзя. Первый день богини чародейства Гекаты. День восстановления мира, равновесия, справедливости, день милосердия, помощи, воздаяния и награды. Один из самых благоприятных дней. Энергетика этих лунных суток очень гармонична. Она действует на человека благотворно, оздоравливающе, очищающе, нельзя производить действий, направленных даже на малейшее разрушение. День не предназначен для бурной активности, это время созерцательности. Не надо принимать никаких решений, а особенно резких. Если вам это удастся, вы в эти лунные сутки можете понять о жизни что-то совершенно новое. Может даже открыться высший смысл вашего существования. Возможны откровения и озарения, осознания и истин, которые способны перевернуть ваше миропонимание. Рекомендуется уделить особое внимание духовной чистоте. Хорошо проявлять твердость духа, укращать гордыню, соблюдать внутреннюю чистоту, прощать нанесенные обиды и зло. В этот день нельзя наносить вред всему живому. Считается, что сегодня день алхимии души, то есть когда душа может вспомнить свои предыдущие ипостаси. Хороший период для работы со своим астральным телом. 28-й день является началом дней Гекаты, поэтому он один из лучших для очищения, голодания, выхода из кризиса. Рекомендуется использовать полученную во сне информацию. День вещих снов, предназначенный для работы со снами, можно даже, заказать, себе сон. В земных делах хороши стабильность и деловая жилка. Например, можно выгодно купить дом, сделать экономный, но качественный ремонт жилища. Благоприятный день для любых, земных, дел, от приобретения нового автомобиля до ремонта квартиры. Возможно появление некоторых, не особенно важных, проблем, связанных с ослаблением здоровья. Полезно прислушаться к советам партнеров, это пойдет на пользу и позволит избежать неприятностей. День дает возможность найти собственный путь в земной жизни и оценить свои усилия в достижении земной цели. День восстановления мира, равновесия, справедливости, милосердия, помощи, воздаяния и награды. В этот день надо стараться быть в приподнятом настроении, вглядываться внутрь себя, контролировать эмоции. Хорошо сажать все полезные растения и сеять добрые мысли. Нельзя валить деревья, рвать и дарить цветы. Это день, земных, дел, не упускайте возможность, проживите этот день в движении, действии и приподнятом настроении. Получите заряд бодрости на долгое время вперед. В этот благоприятный период можно начинать любые дела, связанные с жизненными сферами, работой, домом, садом, личными отношениями. Этот день благоприятен практически для всех дел. Проживите этот день в движении и действии. Влияние на личность, очень вредно перенапряжение и нервозность. Во второй половине дня чувство становятся более спокойными, а действия размеренными. Следует соблюдать особую осторожность в первой половине лунного дня. Очень вредно перенапряжение. По сравнению с первой половиной дня, вторая половина уже не так нервозна. После полудня чувство становятся более спокойными, а действия размеренными. Рекомендации. Благоприятно в эти сутки приобретать или продавать землю, недвижимость. Можно заняться серьезной перестройкой дома или начать крупный ремонт и то, что дает добрые всходы. Хорошо сажать полезные растения и сеять добрые мысли. Рекомендуется соковый голод. Начинание. Хорошо начинать новое большое дело, приступать к осуществлению глобальных проектов. День связан со строительством. В Древнем Египте именно в этот день закладывали пирамиды. Благотворно для больших дел, покупок, начинаний. В этот день надо стараться быть в приподнятом настроении, вглядываться внутрь себя, контролировать эмоции. Хорошо сажать все полезные растения и сеять добрые мысли. День предназначен для земных дел, можно покупать дом, делать ремонт, сажать полезные растения. Благоприятный день для созерцательности, медитации, самопознания, раскрытия всех чакр. Может открыться высший смысл вашего существования. Ни в коем случае нельзя нарушать эту гармонию своими грубыми действиями. Запрещается рубить деревья, рвать цветы, копать землю, нельзя убивать насекомых. Желательно в этот день контролировать свои эмоции, иметь добрые мысли и намерения. Период постижения высших истин, обретения духовного создания, день созерцания всех чакр и работы с ними. Предназначен для работы во сне и с вещами с нами, с астральным телом, его самыми тонкими выходами, с ясновидением. Человек во сне или в процессе медитации познает свои прошлые рождения. День удачен для начинания важных дел и предприятий. Хорошо сеять добрые мысли, покупать дом, делать ремонт, осуществлять покупки. Лунный день очень благоприятен для любой работы по дому, требующей значительных усилий. Удачно будет, например, разобрать старую кладовую или обновить обои в квартире. Необходимо культивировать добрые мысли. Плохо в этот день вырубать деревья, срывать и дарить цветы. Предупреждение, черномагические занятия таят опасность кармического расчета с вами или вашими близкими. Нельзя ругаться и плохо отзываться о других, пострадает зрение или другие органы чувств. Запрещается пилить и рубить деревья, рвать и даже дарить цветы, копать землю, нельзя убивать насекомых. Очень важно беречь зрение, лучше поменьше читать и не смотреть на яркий свет. День не предназначен и для бурной активности, поэтому не рекомендуется принимать судьбоносные решения, заключать брак, переходить на другую работу, менять место жительства и так далее. В 28-й лунный день не рекомендуется смотреть на яркий источник света и сильно нагружать зрение. Сегодня вы даже можете стать свидетелем странных, загадочных и необъяснимых событий. Крайне не рекомендуется сегодня поддаваться любому негативу, а также проявлять его, в особенности желательно избегать ссор, не гневаться и не сердиться. Иначе вы рискуете напрасно растратить энергию и такое истощение может сказаться даже на физическом уровне. Недружелюбный человек в этот день может заболеть. Уязвимыми являются органы чувств, особенно зрение. Следует беречь голову, мозг, глаза, следить за артериальным давлением. Воздержитесь от любых энергетических потерь, не перегружайтесь умственно и физически, отдыхайте, сходите в баню, не раздражайтесь. Не рекомендуется менять место жительства, вступать в брак.